И снова здравствуйте! Как говорится, без лишних предисловий, я продолжаю разговор об энергетике, об различных способностях человеческого организма в этой сфере. И вот хочу, чтобы вы поняли и научились различать. Дело все в том, что есть люди, которые получают информацию неосознанно. Вот пример Ванги, знаменитое ее предсказание насчет Курска. Поверьте, что совершенно неграмотная, необразованная женщина из глухой болгарской деревни понятия не имела о том, что где-то в черноземной полосе России есть город Курск, но тем не менее предсказала, что Курск будет затоплен, чем очень сильно удивило всех, потому что на самом деле там даже реки поблизости никакой нет. Естественно, что никто не мог предположить, даже в проектах, что речь идет не о городе, а о подводной лодке, которая через 20-30 лет затонет. Просто информация в квантом виде поступила в эпифис, и люди, получающие эту информацию, не могут ее проанализировать. Поэтому если вам говорят, что «Ой, вот это вот будет когда-то, и вот это вот обязательно произойдет через какое-то время», то можете сразу понять, что это абсолютная неправда. Человеку не дано это видеть. Так вот, убедительная просьба, и постарайтесь понять, что таких людей не надо путать с людьми, обладающими другими способностями, а именно людьми, обладающими способностью концентрировать свою энергию, и этой энергией лечить других. Вот к такому разряду людей относилась, например, Джуна, которая работала абсолютно за счет энергии своей. Она не читала информацию, она не получала каких-то озарений. Она чувствовала и видела своей энергией патологию в человеческом теле. Кое-кто из специалистов нашего центра тоже работает на умении и на способностях воспринимать чисто энергетический ответ организма пациента и читать эту информацию благодаря тому, что есть умение концентрировать свою энергию, направлять ее на лечебные цели. Говорю откровенно, все являются великолепными диагностами на нових уровнях. Ну, это так, просто чтобы вы поняли, в чем разница, о чем идет речь. Ванга никогда не лечила, Ванга никогда, так же, как и Вольф Мессинг, они не могли ставить диагноз и не могли видеть, что происходит в человеческом организме. Они получали информацию просто о том, что вот конкретного человека, там вот у него что-то есть или что-то будет и так далее. Все, без всякого анализа. Поэтому очень настораживает ситуация, которая в последнее время набирает силу, набирает моду, когда люди становятся какими-то предсказателями, причем в совершенно определенной степени, вот, играя на горе и на страданиях других людей, предсказывая, говоря им о каких-то катаклизмах, которые ждет в будущем. Вот. Как отличить? Ну, дело все в том, что если люди обладают определенными уникальными способностями, это способности, лежащие в области высокой духовности человека, который владеет, которому это дано. Это дано свыше, это не вырабатывается со временем, этому не учат. Это дано, и это, ну вот, так же, как, скажем, дан музыкальный великолепный слух или уникальный голос человеку. И поэтому всегда люди, обладающие такими способностями, это высокодуховные люди, и во главу угла они ставят бескорыстную помощь другим. И вот ключевое слово здесь – бескорыстно. Как только в таких моментах, в таких вопросах возникает коммерческий или финансовый интерес, то будьте уверены, что вас обманывают, что вам врут. Даже можно определить такой, ну, скажем, критерий, такой диагноз, который в нашем центре назвали ВВ, а именно вам врут. Потому что люди, вмешивая в такие аспекты высокодуховный и коммерческий интерес, они заведомо обманывают вас. Они не обладают такими способностями. Им это не дано, они просто это эксплуатируют. Эксплуатируют страдания людей, эксплуатируют страх перед непонятным будущим, эксплуатируют, скажем так, веру человека, которая заложена, ну, вот еще с первобытных времен, как страх перед грозой, когда мы не понимаем эти явления природы, страх перед стихией, страх перед наводнением, что вот будет там землетрясение, и все начинают там вот рыть какие-то землянки и туда прятаться. Вот этот первобытный заложенный в человеке страх перед неизведанным и непонятным очень хорошо эксплуатируется. И причем эта ситуация становится достаточно тревожной, потому что она приобретает достаточно большие размеры. Причем это не только наше мнение, это мнение, ну, практически всех здравомыслящих людей. Вот скоро на экранах российских средств массовой информации, телевидения, кинотеатров, появится новый сериал «Секта». И раз он снят, это говорит о том, что тема очень актуальная, и проблема действительно реальная, и люди в условиях, скажем, тяжелых экономических, с одной стороны, с другой стороны, когда снижается и ухудшается доступность нормальной медицины, пытаются найти какие-то другие пути, они рвутся, стремятся и хватаются за все, абсолютно не понимая, во что они, ну, грубо говоря, вляпываются. Потому что люди, организующие эти секты, люди, организующие такие структуры, они, как правило, очень не глупые люди, они великолепные психологи, и они великолепные манипуляторы, они очень хорошо манипулируют людьми, играя на их, ну, вот, каких-то тонких струнах, струнах матери, струнах больного ребенка, струнах страха перед тем, что, а вдруг это действительно случится, и, казалось бы, ну, вот, может быть, даже где-то что-то, какая-то помощь и появляется, но на самом деле это определенный обман, это используется достижение других, это используется достижение даже где-то и профессиональной медицины, она тоже есть, она тоже может помочь. — Скажем прямо, почему мы вообще стали сейчас об этом говорить, потому что мы с удивлением обнаружили, что после всего вот этих вот сект, которые, скажем так, обманывают людей на тему исселения от аутизма, весьма ставили их зависимости, и на энергетическом уровне тоже, мы говорили о скрытых влияниях в этих группах, материально их просто выдаивая иногда на уровне рекида, так вот, они как бы демонстрируют примеры детей, у которых возникли там серьезные улучшения, которые вышли из аута и так далее, говорят, что все эти люди, то, что мы видим, скажем так, очень многие, это наши пациенты. — Ну вот и, да, я просто немножко... — Потом это выставляется как достижение там какого-то там подхода, метода, формулы, там, медитации, еще чего-то. — Вот, да, я... — Просто успешно это наши пациенты, и мы готовы конкретно назвать имена, показать фотографии, видео там и так далее. — Вот я, да, я немножечко не успел это сказать, я к этому шел, но неважно, это прозвучало, неважно, из чьих уст, но дело вот в чем. Смотрите, ситуация какая. Вот для чего я вам рассказывал вот в первой части моего выступления и сейчас, рассказывал о том, чтобы вы поняли, что разговаривать с душой человека, ребенка невозможно, никто не может. Нет такого понятия. Душа не разговаривает. Можем получить информацию о том, скажем, да, насколько человек болен и так далее, но, во-первых, эта информация никогда не говорит о том, что будет. Оно говорит о том, что есть сейчас или что было. Это раз. Второе. Это невозможно просто с точки зрения, вот даже биоэнергетически. Второе. Ситуация, когда речь, все переводится на коммерческие рельсы. Это второй момент, который должен вас насторожить, что вы должны понять, что вас грубо, элементарно разводят. И третий момент, который вас должен насторожить, это когда люди навязывают свои услуги. Смотрите, ни один целитель, ни один специалист, занимающийся работой на уровне биоэнергетики, ни один предсказатель, ни один действительный экстрасенс, настоящий, который получает информацию, так называемый контактер, он не будет навязываться. Он скажет, смотрите, есть проблема, и все. Человек должен сам захотеть вылечить свою проблему. Посмотрите внимательно и проанализируйте, как работают специалисты нашего центра. Мы никого не агитируем приехать к нам. Мы никому не навязываем свою методику. Мы говорим, да, она есть, вот, пожалуйста, хотите, приезжайте. Не хотите, это дело ваше. Если человек сказал, а я подумаю, или, а может быть, не стоит, никто не может сказать, что мы предлагаем ему второй, третий, четвертый раз. Это дело выбора каждого. Секты так не работают. Секты навязывают, они очень агрессивны. Они, влезая в сознание людей, запугивая, где-то осуществляя такое агрессивное, зомбирующее воздействие на сознание человека, заставляя его работать, принимать участие с ними. Вот это очень важный момент, потому что это как раз основные отличия настоящих специалистов. Мы не говорим, что мы единственные, которые вот так работают. Мы говорим о том, что вы должны очень четко отличать. Вот это все равно, что агрессивный маркетинг. Вот когда вам там предлагают купить какой-нибудь, там, я не знаю, моющийся пылесос, вы так просто от человека не отвяжетесь, который вам это предлагает. Вот очень также предлагают вылечить вашего ребенка агрессивно, навязывая, вытягивая с вас деньги, даже те, которых у вас, по идее, нету, угрожая. Вот эта вот агрессия, она должна насторожить вас. Угрожая страшным будущим. Да, 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 именно. Которым, то есть чисто вот с точки зрения специалиста, нормального, настоящего, просто невозможно предвидеть. Его невозможно предвидеть. Его можно, скажем, помочь каким образом определить, раскрыв то, что мы делаем, раскрыв какие-то потенциально закрытые особенности и способности ребенка. Да, снять блоки, которые мешают ребенку развиваться. Да, пожалуйста, это мы можем, это мы делаем, и есть результаты. Вы прекрасно знаете таких детей с такими раскрывшимися у нас здесь способностями. Но мы никогда не говорим, что вот смотри, если ты к нам не приедешь, то ой, ребенок вот твой там вообще через два месяца там заболеет, помрет и вообще. Никогда в жизни такого не говорим, потому что это просто неправда. Такого никто не может знать, и такое никогда не дано предвидеть. Это, скажем так, агрессивное затягивание вас и агрессивное вымогательство. В принципе, это уголовное преступление. И я думаю, что люди, вот, ну, скажем, оказавшиеся в контакте или подвергшиеся такому нападению, вправе обратиться в определенные органы с заявлением о вымогательстве, мошенничестве и угрозе жизни и здоровью себя и своей семьи. Вот, призывая вас, скажем так, относиться к этому очень серьезно, потому что это действительно, еще раз повторяю, это совершенно не дураки работают вот таким вот таким образом. Так действует любая секта. Это не обязательно секта, скажем, с медицинским уклоном, да. Это секта с уклоном религиозным, это секта с уклоном какими-то там фанатической агрессии, это секта с уклоном всеобщего терроризма и так далее, и так далее. Это все звенья одной цепи. Это все работа по единому сценарию. По сценарию влезания в сознание человека, запугивания, подавления воли, подавления его сознания, подавления способности к мышлению самостоятельному, ну и в конечном итоге использование этого человека как материала в своих целях. В данном случае в целях просто банального обогащения за счет, ну, людей, имеющих какое-то несчастье, какого-то больного ребенка, и так далее, и так далее. Мы считаем, что это уголовное преступление, не имеющее никакого отношения к духовности, никакого отношения к медицине, никакой связи с какими-то народными способами лечения человека, никакие кармы, чакры, третьи глаза, не имеющие к этому вообще никакого отношения. Это просто высшей степени надувательства, причем надувательство очень опасное. Я тоже достаточно ограничен во времени, не говорю вам это не просто как вот специалист центра, как врач классической медицины, но как еще очень неплохой, достаточно опытный биоэнергетик, который прекрасно понимает последствия работы с энергией человека и ее слома. Это ситуация очень чреватая последствиями для вас, для вашей семьи, для вашего ребенка, то есть влезая вот в такое дело, вы можете потерять буквально все, от здоровья до личности как таковой. Поэтому будьте осторожны, если нужна какая-то консультация, если нужна какая-то помощь, пожалуйста, обращайтесь, и вы прекрасно знаете, что, во-первых, это не стоит никаких денег, во-вторых, мы всегда в любое время суток готовы вам помочь, и в-третьих, мы свою помощь, еще раз говорю, никому не навязываем. Кто хочет, пожалуйста, кто не хочет, как говорится, вперед к вот новым, новым неинтересным, но вот совершением, которое вы выбираете сами. На этом я хочу с вами попрощаться, до новых встреч, всего доброго, очень надеюсь, что если вы даже не поверили вот так вот сходу, то вы задумаетесь, проанализируете, и примете правильное решение, правильный выбор. Всего доброго, до свидания, берегите себя. Аркадий, я должен дополнить, прошу прощение, что делаю это после того, как вы сказали, что закончили. Это я попрощался. Должен уточнить, моя личная точка зрения по поводу разных духовных процессов и общения, возможности общения с душой, несколько отличаются от озвученной вам позиции. С моей точки зрения, с точки зрения моей практики, многолетней, много-много летней. У меня это реальность и общение с душой. И, скажем так, первая серьезная работа в этом была еще в 1989 году у меня. У меня такой опыт очень интересный был. Такая ситуация, когда возникает необходимость общения с душой ради спасения человека, возникает, у меня конкретно было, в ситуации, когда человек находится в коматозном состоянии. И необходимо выяснить причины, обстоятельства, цели этой ситуации, в том числе с точки зрения души человека. Можно я так все-таки запомню? Да, вот для меня лично это реальность. Я могу назвать несколько конкретных имен, людей, с которыми я вот так общался. Я назову те имена, которые известны. Это, во-первых, Александр Петраковский, вам лично хорошо известный, который находился в Израиле на лечении, нам довелось с вами принимать участие, потому что он вышел из комы. Герой Украины Александр Петраковский, желающим могут посмотреть в интернете информацию об этом. Вы помните, конечно. Ну, конечно, да. Это, например, в прошлом легендарный российский боксер-супертяжеловес Денис Бойцов, который тоже находился в состоянии комы в Германии, когда я начал с ним работать. Ну, и много других примеров. Я сейчас скажу, он назвал наиболее известные в мире имена. Я скажу, да, там она шла конкретно работа с душой и так далее. Вопрос именно, как вы правильно заметили, тут критерий только один. Стоит ли за этим духовный интерес, что Денисов это делает ради того, чтобы действительно либо корыстный? Я уточню. А у него состояние ВВ. Я уточню, Давид, я когда говорил об этом, я имел в виду не контакт с душой конкретно здесь и сейчас. Я имел в виду разговор о будущем. Что вот там, через какое-то время, в таком-то момент, там, вот душа сказала, что вот это там человек или там ребенок заболеет, тяжело и вообще помрет, вот это будет там через два года, там, три месяца и десять дней. Вот это, в принципе, невозможно. Нет, ну, мы знаем, это, в принципе, возможно, но люди, которые обладают действительно духовным, у них считанные деньги на субботу. Ну, вот, да, и опять же, это как раз ситуация получения информации, но не разговора с душой. То есть, это не душа сказала, это информация получена. Да, ну, я ставлю это. Да, вот, я все-таки, я все-таки где-то, где-то материалисты понимаю, вот, да, ну, я так понимаю, что настало время где-то так подготовить, подготовить, да, наше с вами интервью и поговорить на эту тему, кажется, в прямом эфире отдельно, вот, коснувся, это будет очень интересно, если наши слушатели, зрители захотят, вот, скажем, да, продолжить, мы в ближайшее время такую программу запишем, и это будет интересно, вот, может быть, даже где-то такая своего рода дискуссия небольшая, вот, на самом деле она ничего не меняет, потому что мы все равно говорим об одном и том же, поэтому все-таки мы сегодня попрощаемся с нашими слушателями, дадим им возможность подумать, проанализировать то, что они услышали, сделать для себя определенные выводы. просьба просто к вам, потому что, ну, жалко, в данном случае мы говорим о интересах... да 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 в интересах ребенка лучше прийти в храм божий и обратиться к богу напрямую чем вот через таких посредников которые еще и с вас кучу денег вынимают и обману давайте завершать на такой ноте практической те люди которые попадали вот зависимость это зависимости и у них стали происходить те вещи которые совершенно не ожидали в том числе и там кошмарные сны начали сниться и прочее всякое как выяснилось практически весьма сильным противоядием является для христиан чтение молитва отче наш и вообще просто не молитв для кого-то для кого-то молитвы для кого-то коран вне зависимости от того человека внешне религиозно или нет обращение к чему-то святому высшему оно помогает к чисто духовному чисто духовно всего доброго всем